В Дзербенте в скором времени появится канатная дорога, места для конных и велосипедных прогулок, а также обустроенные пешие зоны. Об этом заявил глава города во время официального выезда к сооружению башня Семи Легенд, которая расположена в заповедной зоне недалеко от цитадели Нарынкала. О том, какие еще изменения ждут горожан самого древнего города России, узнавала Карина Баталова. Этот комплекс в перспективе станет активным местом отдыха. Чистый воздух, свежая вода из родников и, конечно же, прекрасно видно. Сосновый бор и город. Все это можно использовать для привлечения туристов. Мэр города поблагодарил арендатора земельного участка, на котором находится недостроенная башня, который передал эту землю в собственность городу. Самая большая проблема, что люди потратили деньги, и эти деньги не вернули. Это около 25 миллионов рублей. И в первую очередь будем ставить задачу, как вернуть эти деньги. Проект, где находится, не знаем. Посмотрим проект. И тогда нам заложим, чтобы уже начать. Это действительно идеальное, очень красивое место. В приоритете находится проект, предполагающий здесь строительство гостиничного комплекса в этнокультурном стиле. На первом этаже будут продавать сувенирную продукцию. На втором расположится конференц-зал. Другие этажи станут комнатами отдыха. Окончательного решения пока нет. Близ башни будет обустроена прогулочная зона в 43 километра. На протяжении этого 43 километра можно будет построить где-то около 5-6 туристических баз, которые могли бы людей принять как в стационаре, так и в пещем кодом. Помимо всего прочего, здесь планируют провести канатную дорогу. Ее протяженность составит около 2 километров, что позволит перевозить большое количество туристов. Проект реализовать можно, но нужно четко, досконально все просчитывать. Потому что это все-таки может стать, во-первых, достопримечательностью города. Потому что таких проектов даже по всему миру было очень мало реализовано. То есть там максимальный – это, по-моему, километр. А тут два получается. Канатная дорога начнется от башни «Семи легенд» в верхней части Дербента. По мнению специалистов, башня – оптимальное место для начала станции. Конечная точка будет определена после подготовки технического проекта. Строительство может заняться до полугода. Карина Баталова, Давуд Гасанов, телеканал НТ, Дербент.